Все мы до дрожи в коленях любим Ведьмака. Кто-то только третью часть игровой серии, а кто-то фанат абсолютно всего, начиная от книг и вплоть до так себе сериальчика и фильма по нему. Но фанатов этих, пусть и разной степени, очень и очень много. А потому новость об официально анонсированном сериале от Netflix просто взорвала интернет. Что уж говорить, на стриме за 4 часа я раз 50 слышал эту новость, а зайдя на следующий день в простору интернета, просто обомлел от количества предложенных мне новостей и видео на эту тему. Даже просто забивая в поисковик слово Netflix, тебе предлагают тысячи вариантов только одной новости. The Witcher Saga Coming to Netflix. Простите за мой английский, но суть, я думаю, вам понятна. Сага о Ведьмаке скоро на Netflix. Привет всем, меня зовут Эвойс Ребус, и я сразу отбросил все русскоязычные новости, которые писали издания разной степени паршивости, и обратился к первоисточнику, фиде сайта Netflix и его пресс-релиза на эту тему. И хотя мой английский не позволяет мне целиком и полностью перевести этот текст, вместе с гугл-переводчиком я узнал следующее. Netflix в ближайшее время будет заниматься производством сериала по легендарной саге о Ведьмаке. Хотя на текущий момент ни об актерском составе или бюджете нам ничего не известно. Сериал, предположительно, будет опираться именно на книжные произведения Сапковского, не затрагивая игровую вселенную, права на которую принадлежат Редам. Это явно хорошая новость для тех, кто не осилил прочитать все книги. Более того, сам Андрей Сапковский будет принимать участие в производстве сериала в качестве, кого бы то вы думали, креативного консультанта. Я не знаю, чем занимаются обычно креативные консультанты, но очень надеюсь на то, что это не фиктивная подставная должность, просто ради того, чтобы сказать, что сериал каноничен и создается под крылом великого автора книжной серии о Ведьмаке. Сейчас гольное предположение, но вообще позиция Сапковского мне несколько непонятна. Мне иногда кажется, что он жадный до бабла старик, готовый продать права на свои произведения кому угодно. Вспомните мега-каноничный сериал, например, и обозлившийся на Редов за то, что прогадал с продажи прав за фиксированную сумму, а не за процент от прибыли или проданных копий игры. Причем, если мы вспомним, CD Projekt Red это маленькая, ничего не умеющая компания молодых спецов, которые практически на энтузиазме делали свою первую игру. И именно этим людям он продал права на свою легендарную серию книг. И хотя в производстве первой игры он действительно принимал активную часть, а самая популярная часть все же оказалась третьей. Впрочем, игровая серия это гольные выдумки, хотя и аналогии с книжной сагой прослеживаются постоянно. Сериал же будет основан на книжной истории, и как говорят не самые официальные источники, он будет дополнять эту самую книжную сагу, рассказывая о некоторых пробелах в ее истории. Также, в пресс-релизе есть информация о тех людях, под началом которых будет сниматься сериал, который изначально планировался как фильм. Я об этом примерно год назад уже рассказывал. Это, конечно же, Шон Дэниел, который изначально планировался как продюсер фильма, и теперь уже является продюсером сериала. На его счету есть несколько мумий, Бен Гур и даже некоторые сериальчики. Это Джейсон Браун, тоже продюсер, хотя список продюсированных работ у него не такой большой, как у Шона. Ярик Савка и Томак Богинский. Оба поляки, а Богинский это вообще тот самый чувак, который снимал трейлер для Ведьмака и тизер для Киберпанка. Ну и как я мог забыть, конечно же, это сам пан Сапковский в роли очень важного креативного консультанта. Ну что ж, команда как команда, не хуже и не лучше, чем могла быть в любом другом случае, а наличие в ней поляков, которые имели отношение к игровой серии, внушает даже некоторую надежду. Ведьмак пусть и популярен, но, согласитесь, достаточно узко среди массовой аудитории в рамках населения всей Земли. А потому фильм, особенно учитывая все предыдущие попытки экранизировать что-то связанное с играми, мог легко провалиться. Да и формат сериала, тут не поспоришь, гораздо лучше подходит к реализации книжной саги на экране. Еще радует, что даже в пресс-релизе от Netflix прописано, что это будет драматический сериал с глубоким сюжетом. Да кроме того, это сам Netflix, стриминговый гигант, который даст Ведьмаку свою стартовую аудиторию, к которой уже подтянутся все фанаты Ведьмака, а потом к ним подтянутся все остальные. А значит, на старте этому сериалу успех обеспечен. Хотя, тут, конечно, остается дело за малым, за хорошим сериалом. И главное, чтобы не негр. А на этом у меня все, мы будем и дальше следить за новостями о сериале. А пока, стоит поставить этому ролику лайк, подписаться на канал и ткнуть на колокольчик. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.